На голове у этого ресторана стоял каждый житель или гость столицы Украины, потому что арка дружбы народов – место силы и точка обзора всей панорамы Днепра. И до недавнего времени мало кто знал, что под смотровой площадкой ведутся строительные работы, ради того, чтобы осенью 2010 года там открылся ресторан «Аура». Этот проект не имеет аналогов, потому что буквально выдолблен внутри скалы. И произошло это еще при Советском Союзе. Тогда это был едва ли не единственный панорамный ресторан столицы. Потом помещение пустовало, произошла смена владельцев, и вот теперь «Аура» во всем блеске неоновых огней взирает на Киев с высоты птичьего полета. Снизу с набережной заведение похоже на летающую тарелку, которая приземлилась на краю обрыва над Днепром, а гости ресторана, соответственно, чувствуют себя путешественниками во времени. От того, что через панорамные окна им открывается просто космическая красота. Основа в «Ауре» — это дизайн, дизайн, который создала природа у нас за окном. Мы особо не старались, мы просто выстраивали стекло и получили великолепный просто-напросто дизайн, который действительно очень необычен для Киева и который очень нравится гостям. А все остальное сделали люди, их интеллект и организаторские способности. Михаил и Наталья управляют «Аурой» вместе. Он человек клуба и знаток тусовки номер один. Все модники столицы ходят за ним, как змей за факиром. Раньше это был клуб «Барский», потом летний дебаркадер «Данте», и вот теперь «Аура» — проект на все времена. Наталья — хранительница ресторана и фанат органических продуктов. Вместе с дизайнерами они разделили помещение на три уровня. Диванный под потолком, там же респектабельный VIP, который постоянно украшают каменином. Уж очень престижно отмечать там свои праздники. Второй уровень возле бара и самый нижний — это обзорный портер перед окнами. Днем здесь ресторан, ночью бар и клуб. Но надо сказать, что кухонные плиты не остывают в любое время суток, а шеф-повар Вадим Волковский в клубные дни работает допоздна. Ведь именно в первый год жизни ресторана формируется его гастрономическая репутация, и шеф это понимает. Поэтому и собрал в одной папке меню все мировые тренды. Япония и Европа по привычке не имеют границ. Суши рядом с котлетами, а вареники — с фуагра. Но как в столь гламурное заведение затесался? Там дыр! Да не какой-то там электро, а настоящий, глубокий, где жарко пылают дрова, раскаленные каменные бока держат температуру мартена, отчего мясо, рыба, птица и даже креветки обжигаются мгновенно, а доходят до готовности быстро. Сначала креветки 2-3 минуты, и можно подавать. Затем рыба, скумбрия и черноморская камбала, а потом телящая вырезка, баранина и оленина приобретают нежный статус горячего копчения. Все продукты и даже мясо везутся из Одессы. Почему? Одесса — это 300 километров сельского хозяйства, регион, который действительно за счет конкуренции там можно приобрести высококачественный продукт. Вот таким вот образом из качественного продукта можно приготовить вкусное блюдо. По-другому не бывает. Бычки, хоть и не из тандыра, но хрустящие, как чипсы, секрет в панировке. Щучья икра из Одессы с ялтинским лучком и луковым конфитюром. Крем-суп из цукини — камень в огород тех поваров, которые не умеют готовить без сливок. Здесь же только цукини, пармезан и кедровые орешки. И почему-то нигде больше не готовят пастуший пирог. Это когда овощи с сыром запекаются в жаропрочной посуде под шапочкой из слоеного теста. Очевидно, что не зря мастера Тандыра Славика здесь в шутку называют колдуном. За то, что он что-то нашептывает во время готовки, мясо получается волшебной сочности и мягкое. И даже люля с вкраплениями болгарского перца. Остается лишь заказать фруктовый чай и ягодный мельфей, чтобы дождаться диджея и вступить в бессонную ночь. Или, как здесь говорят, начать клубиться. А выйти утром бодрым и свежим. Не зря же аура – это место силы и источник энергии города.